МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О бьюти-индустрии и профессионалах лесного комплекса сегодня в деловом еженедельнике. Я приветствую всех и начну с новостей, которыми отметился экватор лета. Итак, президент Владимир Путин подписал закон о комплексе мирно-налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях внешнего санкционного давления. Они будут действовать уже с этого года. Согласно поправкам, физлица на 2 года освобождаются от НДФЛ по реализации золотых слитков и обработанных природных алмазов. Также не будут высчитывать НДФЛ с доходов по вынужденным сделкам, заключенным физическими лицами, попавшими под санкции. Не будут облагаться НДС услуги по подключению к сетям, оборудование по программе догазификации. Кроме того, родители, усыновители и опекуны смогут получить вычет по налогам на лечебно-здоровительные услуги для своих детей в возрасте до 24 лет, если те еще учатся. Кстати, о санкциях. Они сильно активизировали конкуренцию на внутреннем рынке, что сказалось на снижении цен на отдельные виды товаров. Но вот в Архангельской области рост ценников в июне составил 17,6% по сравнению с июнем прошлого года. Такие данные приводит Банк России. И это при том, что месяцем ранее показатель был почти 20%. Годовая инфляция в Поморье замедлилась, но оставалась выше, чем в целом по стране и по северо-западу. Весомый вклад в замедление внесли продовольственные товары, в основном овощи и фрукты. Этому способствовали удешевление импорта на фоне укрепления рубля и расширение по сравнению с прошлым годом поставок зарубежной продукции. Ограничения экспорта, как мы уже сказали, привели к увеличению конкуренции среди отечественных производителей. Тем временем Банк России выявил за полгода более 2000 финансовых пирамид и нелегалов. Злоумышленники активно рекламировали займы от частных лиц и вложения в нестандартные псевдоинвестиционные проекты. Одной из тенденций стало дробление крупных пирамид на более мелкие. Почти 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн. Банк России выявляет такие схемы с помощью собственной системы мониторинга. В этом году в ней появились новые алгоритмы поиска и расширенные ее источники данных. Кроме того, в конце прошлого года вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид, что также способствовало сокращению срока их жизни. Владимир Путин призвал повысить качество подготовки IT-специалистов и инженеров. Президент сделал на этом акцент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства отметил, что работа по подготовке IT-специалистов и инженеров должна быть качественной и начинать ее следует как можно раньше, еще со школьной скамьи. Президент также добавил, что в вузах число ребят, которые поступают на инженерные специальности, растет. Но нужно учитывать современные реалии. Увеличить бюджетное финансирование подготовки, расширить программы обновления учебного и лабораторного оборудования. Отметим, что Архангельская область ходит в пятерку регионов с наибольшей поддержкой IT-отрасли. Для разработчиков программных продуктов действует инновационный центр. Продолжит тему Алексей Макеев. Опыт Силиконовой долины говорит о том, что только объединение лучших умов приводит к колоссальным результатам в IT-сфере. Результаты работы инновационного центра Архангельской области это подтверждают. Разработчики программных продуктов региона уже получили гранты на сумму 50 миллионов рублей. И мы призываем здесь, у кого есть идея, прям обращаться. 500 тысяч рублей, надо попробовать. Либо миллион, сейчас это студенческий стартап, но тут уже важно создать юридическое лицо на выходе. Есть возможность протестировать свою гипотезу, и потом выйти на другой уровень, уже проведет грант на 3 миллиона. И так до 20 миллионов. Студент Максим Козлов получил миллион от государства на совершенствование станка с программным управлением лазерной резкой. Он будет применяться на производстве в различных сферах, их довольно-таки много. Режет он до 38, может даже больше материалов. Основные из них это фанера, пластик, оргстекло, кожа, ткань. Михаил Саблин уже производит типографские веговщики. В этом году предприниматель дважды победил в федеральных конкурсах и получил гранты от фонда «Сколково» и фонда «Содействие инновациям». Изначально делал для себя, оказалось, что нужно и другим типографиям. То есть первые три года торговали чисто по сарафанному радио, по запросам. На данный момент прошло 7 лет, у нас почти 500 продаж. Ну и в 5% мы поставляем за рубеж. А ведь идеи могли остаться в столе, если бы разработчики не обратились в инновационный центр агентства регионального развития. Молодые начинающие инноваторы, которые только приходят на площадку, имеют возможность получить опыт, знания тех, кто уже не первый год является резидентом. Сейчас эта география будет расширяться. Уже сейчас в качестве консультантов привлекаются специалисты из других регионов и крупных IT-компаний. А количество коммерчески успешных проектов растет. Потребитель получит информацию о легальности товара, государство сможет контролировать отчисления налогов, а бизнес сможет спокойно вести работу. Такова суть кампании по обязательной маркировке товаров. Она введена в Россию еще три года назад и сегодня охватывает почти все отрасли промышленности. Обувь, лекарства, молочная продукция, минералка. Начиная с 2019 года спектр товаров, что подлежит обязательной маркировке, значительно расширился. К 2024 году единая национальная система охватит все направления – от табака до детского питания. Маркировка нужна, чтобы государство могло отслеживать полный цикл движения товаров от производителя или импортера до покупателя. Если в прошлом году, например, обязательной маркировке подлежала молочная продукция и упакованная вода, то в этом году расширился перечень, например, попали шубы, обувь, духи, покрышки, фотокамеры. Соответственно, перечень продукции расширяется, и мы, соответственно, также следим за этим и информируем предпринимателей. Агентство регионального развития предоставляет бизнесу возможность в рамках государственной поддержки предпринимательства получить максимум информации по нескольким направлениям. От настройки рабочего места и обучения сотрудников до передачи данных, ФНС и электронного документа оборота. На данном этапе у нас запущена услуга именно консультационная по именно маркировке, то есть каким образом передавать коды, как их вообще получать. Также у нас компания «Тензор», с которой мы сотрудничаем, оказывает поддержку именно обучающую для предпринимателя, а именно как работать в системе «Честный знак», например. То есть это очень важно знать каждому предпринимателю, кто именно выпускает продукцию, которая подлежит обязательной маркировке в этом году. Необходимо обратиться по номеру телефона 8 800 172 0 и, соответственно, получить первичную консультацию. Услуги доступны предприятиям малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Архангельской области и работающим с товарами, подлежащими маркировке. А она, напомним, нужна для вытеснения контрафактной продукции с рынка, снижения количества производителей, укрывающих доходы, а для покупателей – это возможность приобретения только качественных товаров. Герой, а точнее героиня нашего следующего сюжета, открыла свой бизнес в разгар пандемии. Ковидные ограничения, вынужденное временное закрытие – все это в прошлом. Но вот снова удар. Поставщики отказывают о работе, цены растут. Но, как известно, за каждым падением шанс взлететь еще выше. А когда в этом поддерживают разные институты, успех обеспечен. Всегда, на самом деле, тянуло создавать что-то прекрасное и всегда вдохновляли люди. И поэтому, совместив это, получилось рум-бьюти, в общем-то. Путь в мир красоты Анастасия Зеленская начала три года назад. С маленького кабинета, где она – единственный мастер. Тогда еще начинающая бизнес-вумен точно знала – ее бьюти-рум, то есть комната красоты, добьется успеха. И вот спустя три года маленький кабинет вырос в огромный салон в несколько сотен квадратов. Я создавала этот проект, исходя из любви, исходя не из потребностей заработать миллион и большое количество денег, а именно создать какую-то комьюнити в рамках Архангельска, которая будет вдохновлять других людей что-то делать, совершать что-то. Сегодня рум-бьюти – это десятки самых высококлассных мастеров, многообразие процедур и, конечно, место, где можно отдохнуть душой и телом. Мне очень нравится атмосфера, которую создала директор этого пространственности Зеленская. Здесь очень приятный коллектив, очень дружелюбные отношения, ты чувствуешь себя уютно, в безопасности, как дома. И при этом здесь очень хорошие полумастеров. А как известно, за каждым успешным проектом стоит сильный бизнесмен. А когда к этому прибавляется поддержка со стороны различных институтов, в том числе Агентства регионального развития, случается новый виток развития. Агентство регионального развития, которое способствует нам в развитии, наверное, в узнаваемости нашего бренда. И это, на самом деле, отличная возможность для любого проекта здесь и сейчас сказать о себе и начать развитие, развиваться успешно. А еще это обучающие тренинги, встречи с экспертами и информационное сопровождение, что так важно каждому предпринимателю. Весь спектр возможных инструментов поддержки на сайте msp29.ru Среди лучших много новых имен. В регионе прошел грандиозный ежегодный праздник среди лесозаготовителей. Конкурс профмастерства. За право называться лучшим соревновались представители семи ведущих профессий лесного филиала группы ИЛИМ. Как это было, сейчас увидим. Случайную веревочку берем, вытаскиваем стартовый номер, под которым будем выступать. Раннее утро на конкурсной площадке начинается с инструктажа и жеребьевки. Вот на старт выходят водители, ассортиментовозов и операторы гидроманипуляторов. Именно от них зависит выполнение плана по отгрузке и вывозке лесной продукции из делянки во двор комбината. Акцент на соревнованиях сделан на безопасности, поэтому к участию приглашены только самые дисциплинированные, а в программу включен обязательный тест на знание правил. Теоретически это проходит параллельно, то есть или до выступления, или после, кому как удобнее. Тестирование проходит быстро, на компьютере надо ответить на 30 вопросов о правилах дорожного движения, охране труда, техническом состоянии автомобиля. Судья проверяет результаты и выставляет баллы. А дальше самое интересное. Водители показывают мастерство в деле. Правда, штрафные баллы можно получить даже при неправильной посадке в кабину, если, например, забыл пристегнуться ремнем безопасности. Судьи строго следят, как участник выполняет поворот на 90 градусов, заходит на круг, заезжает задним ходом в бокс. Каждая ошибка – штрафная секунда. Настроение вообще всегда позитивное. Место здесь лучше, чем там у главного офиса. И, ну, площадка намного удобнее. И погода сегодня хорошая удалась. В прошлом году сами участники предложили ввести еще одну номинацию – управление легковым автомобилем. Организаторы это учли, и сегодня на старт вышли водители вспомогательной техники. Исходили из того, что много очень водителей, которые работают на вспомогательной технике, не только лесовозы, да. И хотелось их тоже как бы не обойти стороной. Для водителей легковушек придумали не менее сложные зрелищные упражнения. Например, змейку надо было пройти задним ходом, а поворот преодолеть в ограниченном пространстве. Опытные водители, кто за рулем 40 и больше лет, говорят, что подобные испытания закаляют на лесной дороге. Нервничаю, конечно, чуть-чуть. Непривычки. Ну, так, ничего. Все знакомо, все эти упражнения. Раньше делали в лесу между сосенами и деревьями. Что там? Руль круглый. А другие, напротив, вспоминали самые сложные задания. Например, попробуйте выполнить дартс, если нет рядом помощника. Самое сложное во всех категориях – это дартс. Все равно сложно, очень ничего не видно. И нужно чувствовать габариты машины, и очень сложно попасть без помощи другого человека. Упражнения дартс в этом году выполняли водители автогрейдера. Они выступали на спецплощадке в Сойге днем раньше. А вот экскаваторщикам, вышедшим на старт, выпало поиграть в гольф, поднять ковшом теннисный мяч с одной стойки и положить на другую. Выступали и операторы фарвардера. Они, к примеру, складывали башню из чербаков, спеленных по косой. И не у всех получалось. Каких только испытаний не придумали организаторы, в том числе в лесных условиях. Но участникам, зрителям, особенно юным, все это очень понравилось. Приехали посмотреть, как наши ребята уступают. Уровень мастерства водителей. День пролетел незаметно, и вот все волнения позади. Баллы подсчитаны, определились победители. Директор лесного филиала Дмитрий Лобанов поприветствовал участников. Очень хорошая традиция, которая должна быть продолжена. Пандемия внесла коррективы, но это не самое важное. Сегодня мы все здесь. Поздравляю вас всех с нашим общим праздником. Мы предлагаем перейти к наградам. Коллеги, спасибо за ваше дело. На пьедестал почета поднялись 20 специалистов лесной отрасли. Это дипломанты в семи конкурсных номинациях. Организаторы особо отметили ротацию победителей. В этом году среди лучших много новых имен. Молодежь, конечно, лучше принимает в этом деле участие, потому что хочется себе показать. Подарки хорошие. Ну, вообще, впечатление, главное впечатление. В этом году на корпоративный конкурс лесного филиала заявились 90 участников, а в следующем организаторы планируют увеличить количество претендентов на звание лучшей по профессии. Агентство регионального развития поможет провести маркировку продукции. Работа ведется совместно с компанией «Тензор». Услуги доступны предприятиям малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Архангельской области и работающим с товарами, подлежащими маркировке. Заявки принимаются по телефону 8 800 100 ровно 7000. На площадке Агентства регионального развития с 22 по 24 июля состоится уникальная рекордная трансляция, организованная школьником из Архангельска. Тема «Как перейти от слов к действию». Подкаст пройдет в формате очного диалога с успешными людьми из разных сфер. Для каждого гостя отведен один час эфира. Попасть в сердце иностранного покупателя можно через Центр поддержки экспорта Архангельской области. Специалисты готовы обсудить с вами поэтапный план действий по поиску партнера за рубежом. Записаться на консультацию можно по телефону 8 800 100 ровно 7000. Подробности на сайте msp29.ru Выпуски программы можно пересмотреть в нашей группе ВКонтакте, а еще больше новостей в телеграм-канале Региону 29. Подписывайтесь, чтобы мы были спокойны, чтобы не пропустить ничего интересного. Я прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова